Это программа «Полезный разговор». Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о неравнодушии и добрых делах. И мои гости – люди, которые занимаются этим очень долго и профессионально, невзирая на экономическую ситуацию в стране, на одобрение окружающих и на свою собственную личную жизнь. Я вам спешу их представить. Лазарева Лариса, руководитель межрегиональной общественной организации «Аистенок». Здравствуйте, Лариса Владимировна. Здравствуйте! Почкунова Елена, общественный деятель. Здравствуйте! Лариса Владимировна, как часто случаются такие случаи, когда вчера у тебя дом полная чаша, любящий муж, дети, машина, квартира, курорты, а сегодня тебе некуда пойти? Ну, я не могу сказать, что прям очень часто, но случается, от этого никто не может зарекаться. От сумы и от тюрьмы говорят «не зарекайся». И бывают, что вот такие сложные, трудные жизненные ситуации, они возникают, конечно, не на пустом месте, но они могут и вполне с виду благополучной семьи возникнуть. И оказывается, что женщине некуда пойти. Она с ребенком, с двумя, возможно, без документов, она не знает, куда податься. Возможно, беременная, возможно, она боится супруга, либо у нее конфликт серьезный с родными, которые проживают с ней на одной территории в квартире и нет своего собственного жилья. Вот, и она оказывается либо беременная, либо с ребенком на руках на улице. Где вы их селите? У нас есть кризисное отделение для женщин, это и квартира, и частный дом, и там мы можем располагать женщин. Сколько одновременно женщин или семей вы можете принять у себя? В квартире 5, в доме 9 семей. Ну, это семей, это значит 14 семей, то есть мама-ребенок, то есть практически 28 человек. И куда-то эта женщина должна прийти первоначально? Первоначально она может нам позвонить, да, и в зависимости от того, какая у нее ситуация, мы назначаем либо сразу консультацию, если это какой-то серьезный случай, как у нас вот, например, был. Мы прямо выехали и забрали женщину на улицу. То есть вам звонят, что я даже приехать к вам сама не могу? Я не могу приехать, я вот смогу выбраться, например, через 5 минут, там через или через 20 минут, я могу выскочить из дома в одних тапочках, вот и все. И мы подъехали, забрали женщину. Ясно, что адрес сейчас этой квартиры, и этого особняка вы нам не скажете, потому что тут же откроете доступ всем тем людям, от которых женщины сбегают. Адрес или хотя бы телефон офиса, куда можно, нужно позвонить? Да, конечно, 367-47-35. Там круглосуточно кто-то дежурит? Ну, мы работаем где-то до 6, до 8 бывает. Ну, и нет, круглосуточно у нас нет телефона нашего. Но позвонить можно с утра, с 9 и до 8 вечера. А если у девушки нет документов? Ну, я знаю, что благотворительный документ, благотворительная организация обычно просит подтверждающие документы, справки, паспорт, регистрацию, все что угодно. Ну, это, конечно, возникают определенные трудности, когда нет документов, потому что мы, чтобы поселить квартиру, хотим, чтобы все-таки человек, не дай бог, не заразил других, потому что и особенно там дети есть у нас. Вот мы просим флюорографию, а дальше уже собираем другие документы, в том числе медицинские. Если нет паспорта, это чуть-чуть труднее будет, да, но мы берем таких иногда. И дальше мы уже смотрим, почему нет паспорта, помогаем восстановить все эти документы. Бывают, конечно, случаи, это очень редко, когда человек обманывает. Но это я могу по пальцам за 16 лет. Вы их вот так сразу вычисляете? Ну, практически, да, мы уже понимаем, кто перед нами. И бывают случаи, когда человек просто думает, что вот пришла, ну, к примеру, девушка с двумя детьми и говорит, что вот с мужем не хочу, он там насильник, он там все, выясняется, что она просто не хочет там жить, с мамой она не хочет жить, все ей мешают, да, вот она решила здесь у нас пожить. Ну, вычислили постепенно, конечно, ну, месяц она пожила, ну, и поняли, что просто сама она, кажется, ни разу не работала, и все, и вот, и не хочет, я думаю, хочет где-то пользоваться. Присосаться кому-то как пиявкой. Да, бывают такие случаи, да, бывают, когда мы очень хотим восстановить семью, не только сохранить ребенка в семье, но и саму семью сохранить, и, соответственно, мы звоним супругу, если это не насилие, если это мы понимаем, что там нет следов побоев, что на самом деле даже психологического насилия нет, просто это какой-то конфликт на других, другая причина, да. Лена, вам зачем это? Видно, что вы благополучно, без следов насилия. Я была рада познакомиться с Ларисой Владимировной, и для меня, знаете, самое важное, мы же сейчас все говорим о безразличии, которого не должно быть. О равнодушии. И чаще всего проходят мимо, да, проходят мимо. Нас это не касается, мы тему эту не знаем, мы не знаем вообще, что бывают такие случаи, и, собственно, зачем нам тогда эта организация, да. Я как общественный человек, деятель в Екатеринбурге, социальный человек, бизнес-человек, я очень хочу, чтобы об этой организации, которая уже межрегиональная, да, об этих замечательных людях узнали. Узнали зачем? Узнали, чтобы женщины несчастные знали, куда идти, или чтобы состоятельные люди знали, куда вложить деньги? Да, естественно, да, чтобы понимали, и то, и другое, должен быть баланс. Понимали, что есть такая организация, если есть у кого-то из наших знакомых, из ближайших знакомых, из знакомых знакомых, есть такая проблема, да, мы прекрасно понимаем, что женщин с домашними пытками, так сказать, да, достаточно в России, и она может быть в этом случае не одна, да, то есть тут такой момент присоединения. И важно, что еще, чтобы тебя выслушали, чтобы тебя с твоей проблемой послушали и просто протянули тебе помощь, руку. Мы с ним выслушали, а какие специалисты работают в центре, чтобы вот помимо выслушать, еще чем-то помогли? Лариса Владимировна. У нас много специалистов, это психологи, в первую очередь, да, есть психотерапевт, есть юрист, адвокаты, даже логопеды, воспитатели. У нас есть группа дневного пребывания для детей, у которых нет еще путевок в садик. То есть если пришла к вам мама, она работает, то она может оставить деток у вас? Если она была в ситуации, либо попала к нам в кризисную квартиру, то мы можем предоставить такой небольшой мини-садик, ну, как группа дневного пребывания. Мама может в это время себе заработать на пропитание, где-то отложить деньги, проживая у нас, не тратя эти деньги, да, накопить себе на съемное жилье. Если это там серьезный конфликт затянувшийся, и мы видим, что там нужно, именно у нее есть там доля в квартире, то мы помогаем получить эту, ну, выделить, либо размен произвести, да. Есть у вас мужчины в штате? Ну, в штате нет, у меня мой муж, он волонтером, да, в штате нет. Я себе так представляю, что нередки ситуацию, когда к вам приходят разгневанные мужья и говорят, верните обратно, какое право вы умеете вмешиваться в мою семейную ситуацию? Да, как правило, бывает такое говорят, но в основном люди не хотят выносить ссоры за сбы, потому что и среди насильников есть такие, которые занимают определенную должность, и они тоже не хотят это озвучивать. Некоторые не приходят, но они стараются через своих адвокатов действовать. А тот, кто приходит, и бывают и угрозы, и в адрес бывают написания жалоб, и мы на все это отвечаем, в прокуратуру пишем, отчитываемся. Полиция наша вам помогает как-то? Полиция, ну, если мы вызываем, были такие случаи. С пониманием относится? Ну, да, с пониманием. Участковые у нас хорошие, там, где недалеко наша квартира находится. Есть какой-то определенный срок пребывания у вас на квартире семьи? Ну, вот больше трех месяцев, допустим, нельзя. Ты за три месяца должна уже. Нет, мы на три месяца всех поселяем. Это три месяца, это минимум. Тот минимум, когда мы можем собрать документы, восстановить документы, а потом уже дальше, в зависимости от того, как серьезно, от серьезности случая, если там на самом деле это долгий процесс, если это, например, насилие, это бывают разводные процессы, они иногда затягиваются. Понятно, что за три месяца не все решить, да? То мы помогаем там где-то укрыться в другом уже центре. Так у нас самое большее пребывание до года жила женщина, вот, чтобы решить свои проблемы. Бывают три-пять месяцев, шесть месяцев. Елена, сколько лет фонду? Шестнадцать. Шестнадцать лет? Уже, да, будет вот, третьего июня нам шестнадцать лет. Что случилось шестнадцать лет назад, что вы решили основать этот фонд? Вот решила, что, наверное, моих там внутренних сил и ресурсов хватит. Хватит на то, чтобы помогать другим людям. Вот просто на... Я понимаю, что это не на пустом месте, это, наверное... Мне, например, казалось, что я на своем рабочем месте могу сделать больше, да, чем вот то, что я просто... То, что мне скажут начальства, да, я... Как бы энергии хватало на большее, да, и то, что консультировала людей, советовала, и я вижу, что им мы... Как давно вы начали получать за эту зарплату? Ну, первые три года мы вообще не получали зарплаты. Это было личные деньги, то, что я вложила в это, в свое предприятие. Вот, и мы... А потом это уже пошли гранты, когда про нас узнали, мы уже могли писать на основе своей практической деятельности успешной, мы могли писать гранты, а в гранты мы закладываем зарплаты. Ну, как правило, потому что, понятное дело, что бизнес на зарплаты не дает денег, он и считает, что сами должны зарабатывать, да, но на самом деле мы можем зарабатывать сами, но тогда к нам не пойдет та целевая группа, у которой трудная жизненная ситуация, и чтобы она не стала, например, социально опасной для общества, да, мы должны помочь безвозмездно, бесплатно. И понятное дело, что мы помогаем. А так бы мы работали в частной фирме, если бы мы хотели только заработать. И помогали бы только тем, кто на самом деле может помочь себе сам, в общем и целом. Да, но бывает так, что человек не может помочь сам, и именно вот этим наша женщина отличается, что у них нет внутреннего стержня, иногда они потеряли веру в себя, иногда они жили с родителями, которые не могли им дать той любви, которую вот дали, например, тем успешным гражданам, которые смотрят, наверное, нашу передачу и удивляются, как так можно попадать все время в трудные ситуации. Да, но все время вот бывает, потому что все-таки все идет из семьи, и когда нарушены детско-родительские отношения, то очень трудно, и есть детские травмы, непроработанные особенно, очень трудно быть успешным. Лена, любое доброе дело должно рекламироваться, о нем должны узнавать люди. Я знаю, что вы придумали проект, расскажите о нем. Да, это будет 9 июня, будет благодворительный забег, забег А, аистенок. Забег придуман буквально спонтанно, после Нового года, так же, как говорит Лариса Владимировна, про ресурс, который есть, и внутренний потенциал, который я чувствую, потому что понимаю, очень много нуждаются в помощи, инстаграм смотришь, социальные сети, и ты не знаешь, кому верить, да, то есть ты понимаешь, что вроде бы ты и можешь ждать, да, вроде ты можешь собрать какую-то сумму денег, отправить эти деньги, а пойдут ли эти деньги туда, куда нужно и необходимо. Что из себя представляет забег? Забег будет, во-первых, на официальном сайте, официальный сайт Аистенка, с первых чисел, первого числа, первого мая мы запускаем сайт. Каждый желающий, неважно, спортом занимается человек, суперспортсмен, супербегун, любой житель... Или напротив офисный сотрудник. Да, офисный сотрудник, или только пошел на этот путь, встал, да, на беговую дорожку, любой человек, житель города Екатеринбурга может принять участие. Участие платное? Участие платное. Ни один человек, который занимается организацией, партнеры, амбассадоры, наши спонсоры, да, кто сейчас, кого я привлекаю, кого мы нашей командой по разработке создаем и делаем, все деньги пойдут Аистенку. То есть все это идет с благостных намерений. Цена? 900 рублей, да. 900 рублей. Будет один круг полтора километра, второй круг, естественно, три, и три круга четыре с половиной километра. Это будет праздник в академическом управлении спорта по физической культуре и спорту, да, нам сказали, да, Фитина, Людмила Николаевна, огромное за это спасибо. Они нам утвердили эту идею, сказали, что идея... То есть городские чиновники встали на вашу сторону и сказали, раз вы все делаете сами, мы вам не будем мешать. Да, главное, спортсмены нам сказали, да, и поэтому у нас будет 20 амбассадоров из разных сфер бизнеса. Миссия будет, чтобы у каждого ребенка была мама. Наша миссия, главная забега, да. Подождите, а как связана мама, дети? У нас, если ребенок находится в этой семье, да, о которой говорит сейчас Лариса Владимировна, да, в кризисной семье, естественно, у ребенка может быть вариант такой, что он попадет в детский дом, да, либо там в приемную семью. И здесь побежим мы, мы привлечем к этому внимание, да, всего города, что есть такая организация, и давайте будем помогать и поддерживать те организации, которые проверены. Сколько детей вы уже спасли от детского дома? Ну, есть профилактированные отказы в роддоме, это 140 с лишним отказов, 280 еще детей мы спасли от изъятия из семьи, ну, то есть это 420, да, ну, и помогли еще приемным семьям обрести детей, ухаживая за ними в больницах, и прямо это еще где-то около 500. Если мы с вами заговорили о статистике, сколько уже семей прошло через ваш фонд? Ну, это более тысячи, если это в сложной жизненной ситуации, где-то, да, около 400, которые проживали на разных годах у нас в кризисном отделении. Лена, как продвигается привлечение средств от меценатов? Я знаю, что это всегда сложно, всегда людей надо раскачать. Как это происходит? Я могу сказать так нескромно достаточно, да, там, о своем личном бренде, потому что есть у меня хорошие знакомства, да, за время моего бизнеса, да, в Екатеринбурге. И, естественно, все идет по сарафанному радио, да, то есть можно себя позиционировать в социальных сетях, но если о тебе человек знает, кто ты, да, если человек понимает, что ты уже надежный и что ты не поведешь, за тобой просто идут. И когда я только начинала говорить об этой теме, да, и говорила... Кто-то вообще знал из вашего окружения про истенок? Никто из моего окружения не знал про истенок. А вы просто сейчас, когда я, Лариса Владимировна, опять только что называла эти цифры, да, озвучила, я просто сижу и понимаю, что это же колоссальная работа, это же труд, который действительно годами наработан с таким результатом, да, то есть здесь надо не 4 километра с половиной бежать, а 10, только уже на энтузиазме, потому что такая организация должна быть и должна быть нашими сердцами и нашими силами. Я понимаю, что личное окружение вы свое привлекли. Да. Что все ваши друзья и знакомые 7-го, 9-го июня побегут на мороз. Не только, Ольга, наши друзья и знакомые, это будут из разных сфер, мы сейчас общаемся с одним из банков города Екатеринбурга, да, это будет городского масштаба мероприятия. Там будет скорая, там будет чоп, все будет организовано лучшим образом. Да, мини-сцена, ведущий, праздник для жителей района Академические с управлением администрации Академического района. Мы тоже пообщались, встречались, да, они тоже рады очень, они сказали, мы только за. Будет это в лесопарковой полосе центральной, в Академическом, да, то есть организационные вопросы сейчас мы все эти решаем, сайт создаем, только нужно будет зайти на Аистенок и клик сделать, чтобы зарегистрироваться. Все-таки не ответили на вопрос, насколько люди состоятельно, обеспеченные откликаются? Положительно, больше, чем отрицательно. Это очень радует. Да. Лариса Владимировна, есть семьи и есть дети, которые тогда 16 лет не расстались с мамами, вы их вырастили, вы им помогли, и они сейчас к вам приходят, говорят спасибо. Мы заранее не ждем, спасибо, да, но есть такие семьи, которые стали нам, конечно, родными, и... Ну, приходят, помогают, благодарят. Конечно, и приходят, и помогают, и участвуют в наших акциях, и, например, в том году уже получили наши дети первые паспорта, то есть дети вот этих родителей, у которых была трудная ситуация, в 2003-2004 году, и они пришли, показали нам первый паспорт, это 14 лет прошло, с момента, когда вот был кризис, мама выстояла с нашей помощью, и дальше у меня есть два крестника замечательных, которые вот... Это мамочки, которые к вам беременны? Да, мамочки пришли, одна пришла, да, беременная, вторая уже родила в роддоме, да, и это мои крестники, и у них была сложная ситуация, и мы вместе справились, и, конечно, они к нам как родные. Есть еще любимая, так скажем, семья, тоже мама с ребенком, которая до сих пор трудная жизненная ситуация, но мы ей так сейчас помогаем. Бывают такие сложные случаи, которые тянутся вот долго, дольше трех лет. Как вы их проверяете? Это вот пиявка или действительно человеку плохо? Нет, мы не проверяем, мы вот принимаем, знаете, как, ну на веру, да, вначале, да, хотя можно сразу все равно понять, да, кто перед тобой, уже исходя из своего уже опыта, да, вот, и если понимаем, что человек же заявляет проблему совсем не ту, которая истинная, да, и даже отказ от ребенка, он на самом деле причина гораздо глубже, да, что такое отказ, да, я вот не знаю, как справляться с ребенком, вдруг я откажусь, ему там будет лучше в детском доме, бывает же так заявляют. Начинаешь раскручивать эту проблему, оказывается, там в семье не все, все благополучно, то есть нарушенные отношения с мамой, и просто сама женщина, она не знает, как правильно воспитывать ребенка, как, она не видела этого примера. Это так же, как дети, выросшие в детском доме, они не видели примера семьи, и они не могут собрать... Ну, как правило, это действительно неблагополучные семьи, или... Вот здесь очень люди путают слово неблагополучие, и трудная жизненная ситуация, мы с трудной жизненной ситуацией работаем. То есть бывают прям состоятельные девчонки? Бывают и состоятельные, бывают, которые приезжают к нам на машинах и паркуются, и... Бывает такое, что во все эти, они говорят, фу, я так не буду жить. Бывают, что, да, что, ну, не совсем фу, потому что у нас все аккуратно, чисто и довольно пристойно. Просто, конечно, это не те условия, в которых они жили раньше, да, есть и такие. Но, как правило, еще женщины бывают, что они не знают истинную причину, да, именно вот психологи помогают разобраться с истинной причиной, почему они в таком положении. Свой ресурс изнутри вынуть, да, и быть ресурсной для своего ребенка, чтобы не быть ему угрозой. Да, конечно... Лена, расскажите историю, которую вы мне рассказали за кадром, про психолога, который один день пробыл в кризисном центре и ушел. Это я рассказываю. Да, рассказывайте вы. Да, у нас была женщина, которая попала в трудную жизненную ситуацию, и говорит, что нужно срочно жилье. Мы ее поместили, это недалеко от офиса, проводили ее в квартиру. Вот, и на следующий день я узнаю, что она вечером съезжает. И я думаю, ей что-то не понравилось, может, конфликты с проживающим. У нас это бывает. Вот, а она потом на следующий день пришла и говорит, спасибо большое. Я просто поняла, все в сравнении, да, что у меня совсем не кризисная ситуация. Вот там девочки, это да, и я готова помогать там, и вот дальше. Ну, вот так. А бывает такое, что... Это самое короткое пребывание у нас, да. И вы помогли человеку, что самое интересное. Да, она просто поняла, что у нее, она может сама справиться. Ну, конечно, вот получилось так, один день пребывания в квартире, вот ее, значит. Бывает такое, что девчонки, приходя к вам, начинают дружить, и эта дружба длится много-много лет? Бывает, что дружат, да. Бывает, что дружат против кого-то, потому что конфликты, раз у всех трудная ситуация, они начинают, бывает, рассказывать друг про друга. И люди привыкли решать не за счет своих ресурсов, свои проблемы, да, а за счет перекидывания на кого-то ответственности, да. И, бывает, делаешь замечания, либо говоришь, что нужно выполнять условия проживания, они говорят, а вот она, вот она. То есть мы их всегда возвращаем, вот ты. Перед нами только ты, и мы с тобой разговариваем, и не нужно слушать других. Бывают конфликты между ними, да. А бывают очень хорошие отношения, которые потом они выезжают. И, например, одна вдвоем снимают квартиру, одна работает, вторая сидит с детьми. Вот, а когда детям в садик государственный приходят, либо вводят в наш садик, вдвоем работают. Ну, то есть бывают хорошие случаи, и быстрое восстановление, и уже тогда человек сам уже идет по пути. Лена, еще раз про забег. Я правильно понимаю, что там победителей и проигравших не будет? У каждого будет медаль участника, у каждого будет с символикой жилет, и у каждого будет диплом. Что вы приняли участие в благотворительном забеге. По образу и подобию того благотворительного забега, как делает Водянова с подружками? Вот, конечно, у нас цели большие, все бегут, летят к Водяновой, да, замечательные. Летят из других городов, а у нас тут свой. А у нас тут свой. Надо обратить внимание, что у нас в нашем родном Екатеринбурге, да, есть тоже, где и кому можно помочь и поддержать, и самое главное, принять участие. Это будет воскресенье, это будет первая неделя после Дня защиты детей, да, и эта тема актуальна. То есть вы еще и таким образом привлекаете внимание к детям? Да, я вообще в планах у нас, вот сейчас мы с организаторами нашей большой компании, которую мы создаем, делаем этот забег, в планах, чтобы для детей был какой-то корнер, где дети могут рисовать, может быть, совместную какую-то картину нарисуют, пока их родители побегут. Будут волонтеры, будут няни, которые смогут посмотреть за детьми, будет музыка, будет диджей, и будет, опять повторяю, праздник, потому что такого в таком формате не было в Екатеринбурге ни разу, и чтобы мы заявились как тысяча человек сразу же. Вы предполагаете, что у вас будет тысяча участников? А если будет пять? Здорово, побежим. Мы не ставим никакие ограничения на сегодняшний день, этого и не нужно делать. Посмотрим, как сработает в нашем Екатеринбурге сарафанное радио, так скажем. Спасибо вам большое, дорогие дамы, за то, что занимаетесь таким прекрасным делом. Друзья мои, если страничка в ежедневнике 9 июня у вас не заполнена, вы знаете, чем вам заняться. Встретимся там. Субтитры сделал DimaTorzok